Без прошлого нет настоящего и будущего. Пример тому большой спортивный праздник в Карачаево-Черкесском педагогическом колледже имени Умара Хабекова, где юные студенты продемонстрировали основные события в жизни нашей страны, которые вошли в историю нашей республики и страны в целом. Знает ли молодое поколение, как строилась великая держава, какие политические изменения повлияли на судьбы людей, узнала Майя Хамдохова. Наследие нерушимого союза, достойное поколение. Уже много лет организаторы педколледжа в Черкесске устраивают спортивные мероприятия ко Дню Здоровья. В этом году тематика представлений пришлась как никогда кстати. 19 команд Карачаево-Черкесского педагогического колледжа вместе со своими кураторами представляли антологию патриотической и отрядной песни. Сегодня идет антология патриотической и отрядной песни. И мы охватили 100 лет с 1924 года до 2024 года. Здесь будут представлены разные поколения 20-х, 30-х, 40-х, 60-х, разных годов и до нашего времени. Подготовка к патриотическому празднику для самих студентов всегда радостное событие. Это возможность познакомиться с историческим и культурным наследием Великой Державы. Кроме того, антология стала площадкой для творческого самовыражения обучающихся. Сегодня мы представляем «Кукурузу царицу полей». Это слоган нашей группы. Мы представляем команду «Олимпийские мишки». У нас будет происходить передача огня. Я представляю команду «Революция идей». Как вы могли заметить по моей одежде, мы сегодня в костюме рабочих. Мы будем показывать, танцевать, петь. Копать будете? Естественно. Это фишка нашего танца, поэтому без этого никак. Но поехали! Период 20-х, 40-х годов 20-го века стало открытием спортивного мероприятия. Новая экономическая политика характеризуется резким подъемом народного хозяйства. Политические изменения образования СССР и принятие первой конституции. Индустриализация, коллективизация, формирование колхозов и, конечно же, самое яркое событие советского времени – создание пионерской организации. Россия пережила множество событий, формировавших ее будущее – революции, войны, культурные перемены. Главной целью данного мероприятия стало патриотическое воспитание молодежи. По словам организаторов и жюри, для нынешнего молодого поколения, которое мало знакомо с перестройкой политической реформы в стране, очень важно хоть и демонстрации и песнями, но показать, какая сильная была и есть наша держава. И сегодняшний праздник, приуроченный ко Дню молодежи, ко Дню здоровья и в год семьи, очень целесообразно. Здоровье нашего молодежи – это здоровье нации. А это, в первую очередь, и патриотическое воспитание молодежи, и это защита Родины нашей. Как вы думаете, сами обучающиеся вообще интересуются историей своей страны? Да, конечно. У нас очень хорошие преподаватели истории России, истории Карачао-Черкесии. И, в принципе, говорится, дети очень интересуются историческими моментами, событиями нашей истории государства и нашей республики. Переименование РСФСР в Российскую Федерацию – первый телемост между Россией и США. Множество открытий в области науки и технологий в период 50-х-80-х годов. Юные патриоты смогли передать тот самый антураж нерушимого союза, показали сплоченность и величие событий в стране, изменивших судьбы людей. Отрадно наблюдать за поколением, в руках которых нарисованные плакаты со знаменитыми лозунгами, которые призывали к труду, к миру и дружбе. Ну а трогательным завершением праздника стало выступление команды олимпийских мешек. Сколько бы лет ни прошло, а история будет передаваться и будет воспитывать патриотический дух каждого гражданина страны. Майя Хамдохова, Ринат Мука, Вести, Карачаево, Черкесия.